всех приветствую ребята на моем канале пришла новиночка от redmi это юбилейный redmi 10 уже некоторая информация о нем имеется об этом смартфоне и поэтому сразу скажу что мы получаем с вами из китая я заказал redmi 10 версии 6 128 и морской синий цвет выпущен смартфон в августе 2021 года ну по крайней мере моя модель собрана в это время это максимальная версия 6 128 есть еще 464 и 4 128 моя жена пользуется redmi 9 скажу что довольно тоже неплохой понятно там есть некоторые нюансы там хотелось бы поярче экран получше экран но все-таки это бюджетное устройство поэтому ожидать чего-то супер особенного я думаю не стоит и здесь есть есть некоторые изменения вот именно в redmi 10 надеюсь они очень даже лучшую сторону и так что мы получаем с вами из коробки посмотрим ну давай открывайся аккуратненько будто заклеена здесь мы имеем чехол также документация на досуге можно почитать гарантии все подобное чехол уже кстати через клеенку чувствуется что он достаточно толстенький есть пробка у нас вот есть бортик для камеры что как мне кажется достаточно хорошо что xiaomi защищают таким образом свои смартфоны так скрипочку я достал она нам пригодится мы посмотрим как выглядит лоточек попробуем запустить его и так известно что камера у нас основное расширение имеет до 50 мегапикселей дуал спикер то есть двойной микрофон два микрофона нет спикер этот динамика до двойной динамик так 90 герц у нас экран 6 половиной дюймов full hd плюс качество и дырочка у нас для фронтальной камеры здесь новый процессор ну как новый немножко видоизмененный g85 в данной версии g88 который разгоняется до 2000 герц миюай 12.5 вы видите сразу из коробки и у нас 5000 батарея 18 ватт зарядка по крайней мере так нам обещает производитель так из коробочки еще покажу что у нас есть блок зарядки вроде бы тоже быстрый насколько быстрый сейчас посмотрим может заряжать до двадцати двух с половиной ватт и в целом на выходе мы получаем 3 ампера 15 ватт 5 вольт потом 9 вольт 2 и 23 ампера и 20 ватт ну и так далее то есть в принципе 10 вольт 225 ампера максималка 22 с половиной ватта но само устройство заряжается на 18 ватт считается как будто быстрая зарядка и конечно тайп си такой добротный кабель все в коробке больше ничего нет дальше знакомимся с самим устройством сниму я сейчас клееночку в виде конвертика у нас вот симпатюлька кстати была мысль у меня заказать в белом цвете но мне понравился вот этот зеркальный чудо цвет морской синий мне кажется довольно симпатичный напишите в комментариях что думаете именно об этом калории четыре камеры у нас вспышка видим довольно неплохо неплохо смотрится с правой стороны мы получаем с вами дактилоскопический датчик который встроен в кнопочку находится в кнопке качелька громкости немножко люфтит совсем немножко так снизу микрофон айп си и динамик слева лоток для сим-карт мы не зря достали скрепочку скрепку сейчас посмотрим что он из себя представляет ну вот здорово что ритме не не уступает в своих традициях не оставляет своих традиций полноценный у нас лоточек это очень важно для не скажу для большинства для многих важно чтобы был был слот и для карты памяти как видим все-таки отверстие для фронтальной камеры немножко великовато хотелось бы да поменьше но все-таки рамки тоже я бы сказал не маленькие я ожидал немножко меньшего и подбородок уже привычный в принципе да большой небольшой маленький немаленький но такой он и есть так выбираем язык украина все правильно дальше читаем конфиденциальную информацию сохраняем конфиденциальную информацию симку потом это тоже мы пропустим так это отключим определение места определения 55 процентов заряжена батарея вот отпечаток пальца мы сейчас с вами настроим давайте графический ключ ладно не сейчас давайте пусть это будет цифровой код пусть будет так введем четыре цифры 40 привычный повторим есть ну что пробуем настроить отпечаток пальца довольно шустро откликается каждый раз мы попадаем в цель то есть нет ложных срабатываний немного сместите палец так вот он ну кстати кнопочка не сильно так нащупывается то есть она немножко втоплена в корпус ну что же так давай давай немного сместите палец хорошо готово местоположение отключаем и здесь сразу в настройках рекомендую сразу отключать рекламу улучшение качества это такое автоматическое обновление кстати тоже отключаете лучше сами будете обновлять потому что иногда сяоми самостоятельно руководит потом вашим девайсом в плане обновлений и не всегда эти обновления успешные ну вот кажется хватит разрешение пусть это будет классика настройка завершена и так запускается наше устройство но все-таки как по мне в свет довольно неплохой симпатичный у нас он глянцевый но отпечатков я вам скажу что пока что я не вижу критически каких-то понятно что нужно попользоваться какое-то время оденем в чехол как он будет смотреться в чехле кстати вам не показал верхнюю часть смартфона сейчас покажу что у нас находится на верхней забыл у нас два динамика вот чем особенность этого смартфона оставили джек для наушников и вот микрофон для камеры так ждем пока поставлю на паузу вот запускался он чуть больше минуты вот и кстати давайте проверим сразу яркость потому что это чаще всего интересует новых пользователей так ну немножко ярче чем redmi 9 но пока что такое ощущение как будто экран немножко бледноватый у нас так немножко уменьшу яркость так уменьшим и минималка у нас ну у сяоми с этим более-менее нормально все вот пусть будет так фонарик мы проверим довольно яркий у нас светодиод в фонаре вот что меня еще интересует есть ли здесь nfc похоже не завезли тогда интересно вот какие версии redmi 10 будут иметь nfc это должно указываться на коробке или как или что и и где здесь она но но интересно так строка поиска google удаляется это хорошо дальше в настройках здесь можно еще установить более плотнее значки хорошо и вот что мне еще интересно обои но обои скорее всего нужен интернет чтобы подгрузить их хорошо пусть пока будет так настройки итак о телефоне мы узнаем что здесь MIUI версия 12.5.4 24 гигабайта у нас занимает система вы представляете насколько тяжелым становится сейчас MIUI 24 гигабайта если брать устройство 64 памяти у вас остается около 40 всего как по мне очень тяжелым становится операционная система может быть где-то это и оправдано но все таки все таки это много когда-то 64 гигабайта устройство считалось ух ты здорово сколько памяти но сейчас 128 мы входим в эру когда 128 будет считаться минималкой так 11 андроид я думаю он обновится и до 12 как он появится что мы еще с вами находим интересно звук какой у нас будет так на всю два динамика стерео работает и нижний немножко громче верхнего достаточно громкий приятный звук пока что так пока что звук радует вибрация тоже такой вот клик аккуратный я думаю что можно будет настроить так рабочий стол обои темы пароль безопасность да вот что я хотел еще вам показать так это быстроту срабатывания да мне кажется или он на самом деле долго думает ну вы знаете такое ощущение что он немножко задумывается но так а иногда быстро срабатывает не знаю какая причина может быть просто не сразу видит мой палец кстати скажу что вот сам чехол он как будто немножко выпирает мешает плотнее ложится пальцу ну срабатывает то есть так ложность срабатываний вот просто вибрирует чужой палец и вибрирует ну не чужой другой палец это мой это я так блокировка экрана обои темы это я вам показал 5000 батарея ну вот тоже неплохо Redmi в принципе имеет склонность ставить хорошие батарейки но какая-то там индийская версия обещают что эта моделька будет иметь 6000 батарейку тоже было бы неплохо чтобы здесь было 6000 батареи есть особые возможности расширенные настройки в принципе ничем не удивляет оболочка все тот же MIUI 12.5 вот но экран честно скажу вот пока что впечатление что он кажется бледноват но все таки есть настройки может быть по цветовой гамме что-то можно яркость цветовая схема да я думаю можно насыщенные возможно он будет можете выбирать в холодные тона или теплые красные зеленые холодный теплый стандарт особый ну давайте сейчас посмотрим что он так ну по шустрости вроде ничего и кажется здесь вот экран можно отдельно настроить на 90 герц батарейка будет садиться немножко быстрее потому что такие особые настройки но надеюсь что ну по шустрости особо сложно заметить глазу в принципе 60 герц вполне достаточно это просто отдельные какие-то вот работы приложений вы будете замечать ну что скажу впечатления пока что приятные цвет не жалею что выбрал именно этот такой достаточно интересный блок камер смотрится симпатично они прячутся под чехольчик вот и внешний вид такой интересный со стерео инфракрасный порт тоже оставили ну а материал сборки у нас везде пластик ну и по камере что мы скажем так местоположение мы пока отклоняем вот можно выбрать full на весь экран фото в отношении видео настройки у нас можно снимать максимум это full hd 30 кадров в секунду так маркировка видео ну вот не вижу я электронную хотя бы видео стабилизацию ее здесь нет можно снимать макро но только в hd качестве видео так ну и что попробуем сделать какую-то небольшую фотографию вот именно в самой коробке где они присутствуют ну фото это очень быстро соображает приложение и вот как бы такое в помещении достаточно неплохо сделал при приближении при кропе сразу видно некоторые шумы в целом издалека кадр получился довольно неплохим так а если попробовать попробовать вот так вы слышите да что фотографии фотографировать достаточно быстро ну что нужно будет проверить как он будет снимать на улице это все интересно ну и стандартные здесь приложения установлены вот Netflix если вы пользуетесь какие-то игрушки здесь присутствуют некоторые добавлены приложения это все можно удалять вот в этом есть плюс вот пока что так кажется все впечатления приятные надеюсь стерео музыку будет воспроизводить достаточно хорошо все остальные детали я постараюсь снять в более детальном видео нужно его немножко погонять и потестить проверить так что ребята пишите комментарии что думаете об этой новинке ставьте лайки и подписывайтесь всего вам доброго пока пока пока